Итак, давайте вместе с вами сейчас откроем первое послание Коринфянам, 9 главу. Сегодня мы с вами будем смотреть на очень известный, но очень интересный и очень важный текст Писания. Мы подошли к последним стихам 9 главы 1 послания Коринфянам. Господь дал нам замечательную возможность на протяжении нескольких воскресений изучить всю эту главу. И я хочу сразу с вами прочитать текст, который мы будем сегодня изучать, чтобы мы знали, о чем будет идти речь. Первое послание Коринфянам, 9 глава, с 24 стиха. «Не знаете ли, что бегущие на аресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нет тленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю мое тело, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». «Так бегите, чтобы получить». Эта фраза нам всем очень знакома. Если вы находитесь в церкви буквально несколько лет, скорее всего, вы слышали проповеди на эту тему. Это очень известные слова Библии. Тогда, когда люди не учитывают контекста, они могут их использовать не по предназначению. Например, люди могут ее использовать для того, чтобы применить ее к спасению. «Так бегите, чтобы получить спасение». Или «так бегите, чтобы получить венец или награду за ваше служение». Вы знаете, я очень рад, что нам не нужно сегодня изучать контекст, и мне сегодня не нужно убеждать или показывать вам, о чем идет здесь речь в контексте, потому что мы уже несколько воскресеньев изучаем эту девятую главу. Вся девятая глава посвящена тому, чтобы описать личный пример апостола Павла. Пример в том, как он ради пользы других готов отказываться от своих прав и не просто проповедовать Евангелие, не просто поповедовать его как-нибудь, а искать максимального эффекта, максимального результата этой проповеди. В прошлой проповеди, если вы помните, мы смотрели конкретно на те жертвы, на которые Павел шел для того, чтобы подстраиваться под разные категории людей, чтобы Евангелие имело свой результат, проявляя то, что мы назвали, если вы помните, богоугодная гибкость. Так вот, заканчивает Павел эту главу свой личный пример ударением на то, что все вот это, то, что он делает, оно требует жесточайшей дисциплины. Оно требует овладанием, как правильно сказать, владением своего тела, контролем над своим телом. Я не знаю, как вы, друзья, но очень часто я смотрю на апостола Павла, и апостол Павел – это настолько такая личность, знаете, героическая в Библии, что многие думают, что это какой-то был суперчеловек. Мы думаем, что как-то к нему, наверное, все это, естественно, приходило. Но вот легко благовествовать, правда, тогда, когда ты проснулся, и у тебя просто дух горит, пойти кому-то рассказать Евангелие. У тебя просто дух горит, сейчас вот Библию взять, прочитать слово, провести два часа в молитве. Легко, друзья, когда вот у тебя просто душа к этому стремится, и оно приходит все само по себе, когда тебе не нужно даже стараться это делать. Но если вы, опять же, являетесь христианином, нам чуть-чуть больше, чем несколько дней, вы прекрасно знаете, что в реальность, практике христианства – это не так. Христианская жизнь не приходит сама по себе. Да, есть у нас дни, когда мы очень сильно горим тому, чтобы и общаться с Богом, чтобы и служить Ему, чтобы благовествовать и так далее. Но есть дни, которые противоположны. Тогда, когда тебе абсолютно не хочется ничего делать. Тогда, когда тебе хочется жить для себя. Когда тебе хочется угождать себе. Так вот, друзья, для того, чтобы все-таки жить богоугодной жизнью, мы понимаем, что нам нужна самодисциплина. Без самодисциплины мы ничего не достигнем в нашей христианской жизни. Тебе нужно порабощать свое тело, тебе нужно порабощать свои мысли и сознательно подчинять их Богу для жизни, угодной Иисусу Христу. И это то, что я называю самодисциплиной. Дисциплина нужна там, где то, что правильно само по себе не приходит. Так вот, если мы с вами смотрим на апостола Павла, сегодня мы с вами увидим, что Павел говорит о своем примере самоотречения, и оказывается, ему тоже было нелегко это практиковать. Ему тоже нужно было усмирять и порабощать свое тело. Это не то, что приходило к нему автоматически. Мы с вами сегодня посмотрим на весь этот текст. Но это то, с чего я хотел просто начать, друзья, сказать, что Павлу нужна была дисциплина. И если она нужна была Павлу, поверьте, она нужна сегодня нам с вами намного больше. Моя проповедь называется «Дисциплинованный христианин». Подумайте просто об этой фразе. Дисциплинированный христианин. Это слово-сочетание, или это фраза, которую более и более редко мы можем сегодня встретить на практике. И вы знаете, порой даже страшно становится от мысли того, насколько редко мы сегодня встречаем такое явление, как дисциплинированный христианин. И не только христианин, вообще дисциплинированный человек, дисциплинированный житель этой земли. Вообще, друзья, явление дисциплины в наше время – это большая редкость. И недаром сказал, что 24 мая я хочу обратиться к подросткам, к детям, и также к каждому из нас, к себе, и посвятить особую проповедь именно вот этой теме. Понимая, что сегодня людьми в основном правит лень, правит безделие, безразличие, праздность. Люди по минимуму могут исполнить какие-то обязанности в работе. Они по минимуму исполняют обязанности в школе, дома. И даже когда они это делают, порой они это делают только потому, что они понимают альтернативу. Они понимают, что если я не буду их исполнять, но меня и с работы выгонят. Если я не буду зарабатывать на жизнь, мне придется на улице жить. То есть вот такие низкие стандарты у людей. И кто-то даже смиряется с этим и с помощью или благодаря этой лени он оказывается на улице. И люди настолько побеждаются ленью, что отказываются даже от этого самого минимума и смиряются с последствиями. Так вот, друзья, если отсутствие дисциплины в земных вопросах приведет человека к трагедии, то намного больше отсутствие в духовной жизни приведет человека также к духовной трагедии. В нашем тексте Павел именно это и делает. Посмотрите, он отталкивается от очень известного для той аудитории примера, примера дисциплины в земных вопросах. Это были вопросы спорта, олимпийских игр. И он сравнивает это с теми духовными дисциплинами, которые ему тоже нужно было практиковать, если он хотел достичь максимального результата в своем служении. Друзья, если мы с вами хотим исполнить свое предназначение на этой земле, нам нельзя с вами сидеть и ждать, когда желание просто накроет нас, когда побуждение просто накроет нас. Нам нужно понимать, что у нас есть ответственность, у нас есть, как он говорит, обязанности христианские, и нужно себя дисциплинировать для того, чтобы их практиковать на практике. Итак, я хочу посмотреть с вами сегодня на четыре характеристики дисциплинированного христианина. Четыре вещи, которые характеризуют дисциплинированного христианина. Итак, самое первое – это максимальные усилия. Заметьте, максимальные усилия. Maximum effort. Совсем неудивительно, что апостол Павел прибегает здесь к спортивной иллюстрации, потому что спорт и своего рода олимпийские игры были очень известны и очень большой частью жизни в Древней Греции. В 776 году до нашей эры в городе Олимпия Греция образовали самые первые олимпийские игры. Они до сих пор проходят на мировом уровне. Если вы когда-то думали или задумывались, где они начались, они начались в Древней Греции. В 776 год до нашей эры. И на то время единственное соревнование, в котором там участвовали, это был бег на короткую дистанцию. Так вот, со временем потом были разные уже другие соревнования, которые были добавлены, но состязание на бег осталось одним из самых главных. Немного позже, в 582 году до нашей эры, в городе Каринфе уже организовалась другая разновидная спортивных игр, которые назывались истмийские игры. И там также одним из главных соревнований был бег на короткую дистанцию. И так вот, эти игры истмийские в Каринфе, они проходили каждые два года. Олимпийские игры проходили, и сегодня они проходят каждые четыре года, если я не ошибаюсь. Но истмийские игры проходили каждые два года. И я думаю, друзья, вы можете себе представить, насколько мир до телевидения, до интернета, до телефонов, какое это было грандиозное событие, тогда, когда у тебя в городе происходит одна из версий олимпийских игр, истмийские игры. Это было огромное событие. Люди туда собирались с огромными количествами. Вот сегодня, согласитесь, не так легко собрать толпу людей. Просто потому, что уже сложно людей чем-то удивить. Но на то время люди собирались с огромными количествами. И каждый был любителем этих игр. У них были участники, за которых они болели. Они очень любили эти состязания. И поэтому абсолютно неудивительно, что апостол Павел, пытаясь нарисовать картину самодисциплины, он приводит именно спортивную аналогию, спортивную иллюстрацию для коринфян, потому что это был очень наглядный пример. Посмотрите со мной еще раз на 24 стих. Не знаете ли, то есть он говорит, вы все это прекрасно знаете, вы все это видите каждые два года у вас, вы прекрасно имеете этот пример перед вами, что бегущие на ресталище, ресталище – это такое древнее русское слово, буквально перевести в беговой гонке. Ресталище – это, наверное, более такое обширное слово для стадиона или там, где происходят вот эти состязания. Но он говорит, вы прекрасно знаете, что люди, которые участвуют в беговой гонке, в этих спортивных играх, они бегут все, но только один из них получает награду. И потом он говорит, так бегите, чтобы получить. Вы знаете, что сегодня в Олимпийских играх существует три места. Есть первое место, второе место, третье место. И вот на то время было только первое место. И все игроки, которые заканчивали не первым, были в проигрыше. Они уходили домой очень разочарованными, потому что это означало, что они потратили уйму времени, сил просто впустую. Это были непрофессиональные игроки, которых мы видим сегодня, которые там показывают их по телевизору, которым деньги платят за спорт, профессиональные атлеты. Нет, это были любители. Это были люди, которые вкладывали свое время, свои силы, свои деньги. И вы можете себе представить, как каждый из этих игроков больше всего боялся это проиграть, чтобы все то, что он вложил в подготовку, прошло просто напрасно и впустую. Так вот, друзья, я думаю, что вы согласитесь, если вы подумаете, была ли разница в менталитете того, кто метился на второе место, того, кто метится на третье место, или тот, кто метится на первое место. Даже сегодня. Вы знаете, что в Олимпийских играх некоторые прямо говорят, я хочу сегодня хотя бы бронзу взять, хотя бы серебро, но уже не говорю о золоте. И у этих людей абсолютно другой настрой, чем у того, кто целится на золото. Он говорит, я сегодня не уйду ни с чем. Я готовился на золото, и меня ничего не удовлетворит, кроме золота. Так вот, в Коринфе, в этих играх, там было только золото. Или там золота не было, но было только первое место. Других вариантов нет. И я думаю, друзья, мы можем себе представить, какую мотивацию каждый из этих игроков имел в этом состязании. Каждый из них метился на первое место. Он рассчитывал на первое место. И поэтому каждый из них напрягался до максимума. Он выматывался в этом бегу. Все спортсмены, друзья, бежали изо всех сил. Нам очень сложно представить спортсмена, участника этих соревнований, который просто прогуливался по трассе, прогуливался по беговой дорожке. Так вот, друзья, Павел говорит, посмотрите вот эту фразу. Так бегите. Он говорит, мы тоже бегуны. Он проводит здесь параллель. Если мы посмотрим на контекст, в чем параллель, служение – это тоже забег. Служение. Здесь идет речь не о спасении. Он говорит здесь о служении. И он говорит, что так бегите, так проявляйте себя в служении, посвящайте себя служению, так как бегун посвящает себя тогда, когда он хочет достичь первого места, тогда, когда он хочет получить награду. Ударение здесь не на слово «бегите». Ударение здесь не на слово «получить», а ударение на слово «так». Как христианин должен совершать служение другим? Так же сильно, так же интенсивно, как вот эти спортсмены бежали, чтобы получить свою награду. Смысл Павла, я думаю, все мы понимаем, не в том, что мы бежим, соревнуясь с другими верующими. Нам нельзя эту иллюстрацию давить слишком далеко, но Павел просто приводит в пример, друзья, целеустремленность и усилия, которые прилагает вот этот спортсмен к этой награде. И говорит, что этот же менталитет, такого усердия должен доминировать в сердце каждого христианина. Друзья, почему Павел об этом говорит? Почему нужно этому учить церковь? Потому что Павел затрагивает здесь очень серьезную проблему, очень важный аспект служения Богу. Вы знаете, что за 2000 лет в христианстве настолько упали стандарты, что сегодня люди больше сфокусированы просто на том, чтобы призывать людей к служению. Сегодня даже не все бегут. Мы уже не спрашиваем вопроса, как мне бежать. Сегодня хотя бы затаскать людей на беговую дорожку, заставить их как-то участвовать в служении. Вот почему сегодня, видя кого-то в служении, мы уже порой радуемся и говорим, ну хотя бы он что-то делает, хотя бы он вот в чем-то задействован. И даже порой у себя мы хотим погладить по головке и сказать, что, ну вот зато я не бездельник, зато я что-то в церкви делаю. Вот почему, друзья, вопрос того, как мы делаем служение, это уже стал какой-то второстепенный вопрос для многих христиан, вот, забытый вопрос, главное, что я в служении, главное, что я бегу, главное, что я просто участвую в этих бегах. Но дело в том, что Павел уже нам сказал, друзья, в 16 стихе, если вы помните, что совершать просто служение, это наша обязанность. Если вы просто в служении, вы ничего особенного не делаете, но если вы не в служении, тогда вы не покоряетесь Богу. Вот мы уже с вами об этом говорили. Он говорит, что если я делаю то, что само собой разумеющееся, то, что от меня минимум требуется, тогда я ничего особенного не делаю. Наоборот, горе мне, если я этого не делаю. Горе мне, если я вне служения. Апостол Павел, друзья, здесь поднимает намного планку выше, и он спрашивает, а как ты совершаешь это служение? С каким менталитетом, с каким уровнем усердия как ты благовествуешь? Как ты совершаешь любого вида служения людям в церкви и за церковью? Друзья, одна из самых больших опасностей, один из самых больших врагов служения Богу – это менталитет не настоящего служения, а менталитет суетной активности и религиозной занятости. Вы знаете, что служение Богу может очень быстро перейти в религиозную активность, если мы не будем спрашивать вопрос, как мы это делаем и с каким уровнем усердия мы это делаем. Как это измерить? Как измерить, если у меня служение или просто религиозная активность? Очень просто, друзья. Религиозная активность или признаки религиозной активности – это тогда, когда начинают делать акцент на то, что просто что-то прошло. Вот мы просто что-то сделали. Как часто мы довольствуемся, что прошло еще одно собрание? Сказалась еще одна проповедь. Было спето еще 50 песен. Было куплено вот такое оборудование. Мы с группой прошли вот такую книгу. Мы с детьми прошли вот такую программу. Этим сегодня, друзья, очень часто измеряется успех. Сколько было сделано. И проблема не в том, что нам не нужно смотреть на то, что делается. Обязательно нужно смотреть, и мы стремимся делать как можно больше. Проблема, друзья, в том, что очень часто вот эта активность и становится конечной целью человека. Нам главное что-то сделать и сделать как можно больше. А как это сделано, это уже вопрос второстепенный. Вы знаете, друзья, это аналогично, если вот представьте этого спортсмена. Спортсмена, который вышел на беговую дорожку и который просто хочет привлечь к себе внимание и всем показать и сказать, посмотрите, я спортсмен. Посмотрите, меня взяли в команду, вот в соревнования. Смотрите, какие у меня крутые спортивные шорты. Смотрите, какая у меня крутая спортивная футболка. А смотрите, как я умею растягиваться. Смотрите, как я умею красиво стоять на стартовой линии. Обратите внимание на меня, что я вообще здесь участвую. Я думаю, все мы, друзья, понимаем, что это смотрелось бы очень глупо, очень смешно, потому что явно, что этот человек озабочен не бегом. Он озабочен не тем, чтобы победить, а просто, чтобы привлечь к себе внимание и объявить всему миру вокруг, что он просто в чем-то участвует. Так вот, друзья, Павел именно об этом и предупреждает. Когда он говорит о том, что он отказывался от своих прав для достижения людей, единственное, что это давало ему силу делать, это его менталитет. Менталитет максимально посвятить себе делу, которое он делает. Максимально быть эффективным. Вот почему он без проблем мог отказываться от всего того, на что он имел право. Без проблем. Для него это был вообще не вопрос. Друзья, как это практически выглядит? Вы знаете, что у многих из нас есть служение в церкви. Ну, во-первых, даже не будем говорить про церковь, будем говорить об нашей самой элементарной обязанности благовестия. Это вне церкви. Ключевой вопрос, который Павел нам сегодня задает, это не то, если ты благовествуешь или нет. Это должно быть само собой разумеющимся. Это минимум. Он говорит, насколько ты вкладываешься в это служение. Как много пота и усталости у тебя это служение требует. Вы знаете, что очень часто служение для человека – это как хобби. Вот чем отличается служение от хобби или работа от хобби? Хобби мы делаем тогда, когда у нас есть время. Хобби мы делаем тогда, когда у нас есть побуждение. Проблема только в том, что люди очень сегодня заменили служение и смотрят на него как на хобби какое-то. Почему? Потому что они так относятся к служению очень часто. Если у меня есть время, если у меня больше нечего абсолютно делать, если у меня не будет никаких планов, как только какое-то давление в силах, как только какое-то давление в графике, в комфорте, тут же служение уходит на задний план и больше не является приоритетом. Друзья, это с точностью до наоборот противоречит тому, что Павел говорит здесь. Вот посмотрите, друзья, у нас есть, как я уже говорил, во-первых, обязанность благовествовать, это универсальное. И там тоже мы можем подумать, что означает прилагать максимум усилия для благовестия. Друзья, это не означает ждать желания, когда меня накроет просто вот таким, знаете, в такой огромной ревностью идти благовествовать. Нет. Где-то нужно дисциплинировать свое тело и говорить, я должен, у меня есть обязанность пойти этому человеку рассказать Евангелие. Мне нужно учиться, как это делать. Мне нужно усмирять свое тело. Мне нужно это ставить в приоритет. Мне нужно искать этих людей. Мне нужно идти к ним. Павел об этом предупреждает. Во-вторых, друзья, если мы посмотрим на церковную жизнь, в церкви есть очень много служений друг другу тем даром, который получил, как говорит апостол Петр. И в поместной церкви есть очень много возможностей для служения с усердием. Как это выглядит? Ну, давайте приведем несколько примеров. Например, если вы в детском служении. Служение детям – это огромнейшая ответственность. И каждый человек должен быть просто захвачен этим служением, друзья. Проповедовать Евангелие детям – это очень большой и сложный труд. Вам нужно лично развиваться в своем понимании Библии. Любая роль учителя требует того, чтобы учитель знал, о чем эта книга. С бытия до откровения. Чтобы он имел целостную картину и доктрины, и истин, и текстов. Ему нужно вкладываться в это. Конечно же, это занимает время. И никто не говорит, что тебе нельзя быть учителем, пока ты на 100% не достигнешь максимума в своих знаниях. Нет. Но процесс должен какой-то быть. Человек должен развиваться. Он должен расти себя, взращивать себя как коммуникатора истины, как учителя. Какие навыки ты сегодня вырабатываешь в себе, чтобы максимально быть эффективным в этом деле? Если ты в музыкальном служении, здесь можно сказать то же самое, в медиаслужении, в административном служении. Это все требует, друзья, личного максимального развития во всех вопросах. Что делают музыканты? Музыканты играют на музыкальных инструментах. Как можно максимально с усердием потеть в музыкальном служении? Ты должен любить музыку. Ты должен любить музыкальное служение. Ты должен дома практиковаться. Ты должен влюбиться в то, что ты делаешь. И ты должен как можно лучше играть на тех инструментах, на которых ты играешь, чтобы это было все красиво, гармонично и правильно. Если ты поешь в церкви, если ты служишь другим людям своим голосом, как это выглядит? Максимально изо всех сил стараться преследовать эту цель, развиваться в своем голосе. Это также требует пота и крови. Те, кто в медиа служение, они также должны жить этим, стараться знать свое дело как можно лучше, как можно больше, и делать это, вкладывая все свое сердце в то, что они делают. Друзья, я всех служений не перечислю. Я просто хочу показать, что если мы не живем нашим служением Богу, если оно где-то там, знаете, на задней планке, и мы приходим просто совершить его, просто чтобы отметиться или показать и успокоиться, что я в служении, мы потеряли всю суть того, что говорит здесь апостол Павел. Павел учит нас. Служение должно вас выматывать. Вы должны уставать от служения. Вы должны чувствовать эту усталость, что вы отдали силы для Господа, друзья, чтобы Господь был прославлен, чтобы Царство Его распространялось на этой земле. И это самая благословенная усталость. Если вы ее никогда не испытывали, друзья, это самая благословенная усталость, которую вы можете пережить в вашей жизни. И вопрос сегодня, знакома ли эта усталость тебе лично. Это первое, чему Павел нас учит здесь. Второе, что очень тесно связано, это порабощение тела. Первая характеристика, которая должна характеризовать каждого посвященного христианина, который бежит, чтобы получить, это менталитет максимального эфорта или усилий. Второе, это порабощение тела. Интересно, что Павел отталкивается от менталитета, который должен быть у спортсмена, бегущего на первое место, и он плавно переходит к тому, как это практически проявится в жизни. Если есть, друзья, менталитет, он обязательно будет диктовать человеку, как ему жить на практике. Я думаю, мне долго не нужно объяснять и доказывать, что менталитет участника в Олимпийских играх обязательно будет его вести к тому, чтобы воздерживаться от всего того, что его мешает. От всего того, что мешает ему достигать им поставленных целей. Он будет воздерживаться от ненужных вещей, от всего того, что препятствует ему и тем более останавливает его. Посмотрите со мной еще раз на 25 стих, с 25 стиха. Все подвижники, подвижник – это слово, все участники, все спортсмены воздерживаются от всего. Те воздерживаются для получения венца тленного, а мы воздерживаемся для получения венца нетленного. И потому он говорит, я бегу не бесцельно. Вот здесь перевели не так, как на неверное, это немножко такой сложный перевод. Буквально здесь мысль такая, что я бегу не бесцельно, я хочу иметь конкретный результат, я имею ясное представление, куда я бегу и зачем я бегу. Я ухватился за эту цель. Я бьюсь не так, чтобы просто бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое. Павел здесь иллюстрирует, друзья, очень-очень очевидную истину. Спортсмены – это люди, которые не просто бегут, чтобы бежать. Спортсмены – это люди, которые бегут, чтобы получить награду. И это оставляет, это заставляет, это мотивирует их воздерживаться от всего того, что мешает им достигать этой цели. Вот некоторые из нас, я знаю, есть братья у нас молодые, которые занимаются в спортзале, есть сестры, которые занимаются регулярно спортом. Вы прекрасно знаете, друзья, что быть атлетом без воздержания невозможно. Просто невозможно. Нужно воздерживаться от какой-то пищи. Нужно воздерживаться от лишнего сна. Нужно дисциплинировать себя постоянно, чтобы быть на тренировках, чтобы делать для этого время в спортзале. Интересно, что для того, чтобы быть участником в Вестмийских играх во времена апостола Павла в Коринфе, вот тем участникам нужно было пройти года тренировки, дисциплинарных мер. Ну, нужно было тренировать свое тело, свои мышцы. И знайте, что они на это шли. Они на это шли, друзья. Они для этого находили достаточно мотивации, просто чтобы быть первым, просто чтобы получить венец из листьев. Сам венец этот ничего не составлял большой ценности. Естественно, с венцом шла слава, с венцом получал человек какую-то известность. И ради этого люди шли на все эти жертвы. Они сегодня продолжают идти на эти жертвы. И вот смысл здесь Павла, друзья, насколько уже больше должна быть мотивация практиковать самодисциплину, тогда, когда мы думаем, ради чего мы трудимся в Божьем деле на этой земле. Заметьте, как 26 стих апостол Павел здесь очень интересно берет эту аналогию бега, и он ее развивает дальше. Он говорит здесь, что он не бежит бесцельно. Это означает, что он не бежит, чтобы просто куда-то бежать. Он не бежит, чтобы просто участвовать. Павел видел себя бегуном, имеющего ясную перед собой цель. Эта цель была финишная линия и закончить первым. Он сравнивает себя здесь с бегуном, который не смотрел по сторонам, который не отвлекался. Друзья, вы можете себе представить бегуна, который говорит, я хочу получить первое место, я понимаю свой competition, и я всем сердцем буду стараться достичь, но вот он бежит, и он отвлекается. Смотрит, сколько время, он смотрит, а кто мне аплодирует, кто мне не аплодирует, а кто мне бросает венки, кто не бросает, а кто-то из моих друзей сидит и смотрит за мной, наблюдает. А как другие бегут? Понимаете, что если спортсмен будет отвлекаться на все это, это уже гарантирует ему проигрыш. Ему нужно быть очень ясно сфокусированным на главную цель. Такой бегун уже все проиграл, если он будет так сильно отвлекаться. В 27 стихе, посмотрите, Павел очень интересно уподобляет такого бесцельного бегуна, он уподобляет или сравнивает его с боксером. С боксером, который просто махает руками и бьет воздух. Здесь он переходит немного на другой вид спорта, который тоже практиковался в эстмийских играх. Там был не только бег, там также был и своего рода бокс. И вот любители бокса, и даже не любители бокса, но просто знающие, что такое бокс, вы прекрасно понимаете, что можно себе представить человека на ринге, который просто стоит и махает руками. Он просто бьет воздух, он просто хочет побоксоваться с воздухом. Такого человека обычно или отправят в психушку, или такого человека сразу уберут, потому что он непонятно, что здесь делает. То есть здесь на ринг выходит не для того, чтобы с воздухом биться, придуманным каким-то оппонентом, а чтобы конкретно видеть, понимать своего оппонента и чтобы его победить. Любой боксер, который не сфокусирован на своего оппонента, всегда проиграет. Но здесь, друзья, есть еще одна сторона бокса. Боксер, который не сфокусирован на своего оппонента, он не просто тратит время, он открывает свою защиту. Он открывает свою защиту, и он дает возможность своему оппоненту отправить его в нокаут. Дорогие друзья, это причина, почему сегодня так много поражений в сфере служения. Люди очень часто теряют целеустремленность. Они включают своего рода автопилот, они просто совершают служение по инерции, как можно сказать, на круиз-контроле. Они перестают давить на газ двумя руками, и что получается, это только дело времени. Это только дело времени, пока это служение превратится в простую обыденную активность, и это служение утеряет весь свой смысл. Я хочу подметить, друзья, еще одну очень важную деталь. Говоря о боксе, кого Павел здесь видит своим оппонентом? С кем он боксуется в служении? Кто-то скажет, ну, с другими, наверное, людьми. Там были лжеучители, которые были против Павла, которые ставили ему палки в колеса. Были такие люди, но этот текст не об этом. Кто-то, может быть, скажет, наверное, с дьяволом. Вот дьявол мой, самый большой враг в служении, и он мне больше всего мешает. Наверное, дьявол говорит, что я боксуюсь, или Павел говорит, что я боксуюсь с дьяволом. Нет, не дьявол. О дьяволе здесь ничего не сказано в нашем тексте. Посмотрите, друзья, со мной на 27 стих. Павел говорит, но усмиряю и порабощаю тело мое. Его тело, он сам был самым большим своим врагом и препятствием в служении. Опять же, если вы христианин, у вас есть немножко опыта христианства, вы прекрасно понимаете, что ваш главный враг это не люди вокруг, и это даже не дьявол. Это ваше тело. Ничто вам так сильно не препятствует поклоняться Богу, как ваша греховная природа. Это вы сам. Никто нам не мешает так сильно быть в подчинении Христу, как наше ленивое, эгоистичное тело, которое нам обязательно нужно брать под контроль и дисциплинировать, друзья, усмирять и порабощать. Интересно, что слово усмирять, оно здесь в переводе, но в оригинале оно означает буквально бить в глаз и оставлять свиняк под глазом. To give a black eye. Он здесь развивает эту идею бокса немножко дальше. И он говорит, что вместо того, чтобы эта плоть наносила мне удар, я ей наношу удар. И я ей даю в глаз так, чтобы она успокоилась. Он ее дисциплинирует. Он, написано, порабощает свою плоть. Он эту плоть делает своим личным рабом. Мне очень нравится русский перевод. Порабощаю. Я ввожу эту плоть в рабство. Я делаю эту плоть своим рабом. И она работает на меня. Не я работаю на нее, а она работает на меня. И вы знаете, друзья, эта дисциплина включает в себя в первую очередь активную составляющую, активность в том, чтобы идти и делать то, что я, естественно, не хочу делать. Эта дисциплина заставляет меня выходить из своей зоны комфорта ради послушания Христу. Но вы знаете, что эта дисциплина также заставляет меня пассивно воздерживаться. Воздерживаться от того, что мне мешает, от того, что мне не помогает, от того, что не назидает и отвлекает моего внутреннего человека от главной моей цели. И я думаю, что в наше время, друзья, вот понятие самодисциплины, как я говорил, вот этого воздержания, наверное, сложнее всего понять, применить, потому что у нас так много сегодня дел, у нас так много возможностей, у нас так много планов, у нас так много идей и целей, и игрушек. Ну, просто нет времени на Бога, нет времени на вот это полное посвящение для служения Господу, просто нет времени на тренировку. Понимаете, что спортсмен любой может сказать, я бы хотел участвовать в бегу, но понимаешь, нет времени в джим ходить, тренироваться, напрягать себя, а есть время на различные энтертеймент, развлечения, нет времени на глубокие отношения с Богом. Дорогие друзья, то, что Павел говорит здесь, это фантастика, это фантастика для очень многих людей, очень мало людей знают, что такое порабощать свою плоть. Согласитесь, что в основном люди живут в порабощении плоти. Люди сегодня не плоти говорят, что делать, они у плоти спрашивают, как им жить. Они говорят, плоть, во сколько ты хочешь проснуться утром? Плоть, для каких ты целей хочешь жить на этой земле? Плоть, что ты хочешь сделать в свободное время? Естественно, никто так с плотью не разговаривает, друзья, но если мы осознанно не ведем разговоров с плотью, мы это же и делаем, потому что с ней разговаривать не нужно, она сама диктует нам, что ей делать. И вы понимаете, что если человек живет вне осознания этой духовной битвы, вспомните прошедшую неделю, как часто вам нужно было брать свою плоть и просто подчинять ее, просто порабощать, заламывать ей руки. Если вы не помните, что вы это делали достаточно часто, значит, вы уже проиграли, вы уже в нокауте и вы даже не знаете об этом. Почему, друзья? Потому что в боксе либо ты его, либо он тебя. В боксе нет такого положения, что я просто в нейтральном стою, там воздух бью. Нет, либо ты, либо он. Вот почему нам нужно помнить об этой духовной битве, друзья, постоянно. Мы живем с вами в обществе, которое плоть взяло себя или в себе в рабство людей. И одно дело это то, что стоит ожидать от людей в мире, насколько это страшнее тогда, когда мы это видим в церкви. Когда церковь переполняется людьми, которые находятся в рабстве о плоти, и эти люди задают тон в церкви. Вот насколько страшнее ситуация. Дорогие друзья, дисциплина своих желаний и своего тела это незаконничество. Может быть, кто-то думает, что если я заставляю себя читать Библию, если я заставляю себя молиться, если я заставляю себя благовествовать, это законничество. Не совсем, друзья, да, это есть, это можно делать в виде законничества сто процентов, но тогда, когда дисциплина практикуется в контексте близких, здоровых отношений со Христом и ради того, чтобы быть максимально эффективным в служении Богу для Божьего Царства, друзья, это обязанность каждого христианина. И тогда это не законничество, это просто исполнение того, что говорит здесь апостол Павел. И это просто печально, что люди находят мотивацию, друзья, для самодисциплины, чтобы получить венец земной из листьев, который завтра завянет и вместе с ним вся его слава, но они не видят смысла и мотивации для самодисциплины тогда, когда речь идет о нашей душе и когда речь идет о душах окружающих людей, которые имеют вечную ценность. Так вот, это приводит нас, друзья, к третьей характеристике, которую я назвал «Единый фокус». Максимальное усилие, порабощение тела, но также очень важно «Единый фокус». Я хочу с вами остановиться вот именно на том, как Павел здесь подчеркивает мотивацию этих спортсменов во время соревнования. Вы никогда не думали, откуда столько мотивации? Вставать каждое утро, посвятить годы жизни для тренировок, столько денег, для того, чтобы получить какую-то земную награду, какой-то венец, какую-то статую, которая у тебя просто будет дома стоять, и ты будешь любоваться ей. 25 стих. «Все подвижники воздерживаются от всего. Те это делают для получения венца тленного, а мы – нетленного. И потому я бегу, и потому я усмиряю и порабощаю свое тело». Друзья, в спорте люди видят смысл воздержания ради славы. В бизнесе люди видят смысл дисциплины, ради денег и земных богатств. Но когда дело доходит до церкви, до Божьего дела, здесь мотивации порой и не хватает. Я сейчас не говорю, друзья, тем, чтобы кого-то пристыдить, кого-то заставить как-то себя виновным почувствовать. Не эта цель. Я знаю, что у Павла была абсолютно не эта цель здесь в данном отрывке. Я просто это говорю как факт. Просто вот как факт, на котором, я думаю, нам есть о чем задуматься. Он заставляет просто задуматься и взвесить вот этот парадокс. Я думаю, это сто процентов парадокс, потому что если вот каждого из нас спросить, что важнее, ваш бизнес, ваша работа или душа? Все скажут, ну, естественно, душа. Если каждого спросить, а что важнее, вот твои дела, твой отдых, твои развлечения или души окружающих людей? Ну, души, конечно же. Вот почему, друзья, это парадокс, потому что мы знаем, как нужно ответить, но парадокс в том, что веря в это, мы намного больше проявим дисциплины в том, чтобы более ответственно подходить к работе, например, своей, там, где мы работаем каждый день, чем к собранию святых и укреплению друг друга в вере. Мы более усердно подойдем к качеству того, что мы делаем на работе. Почему? Потому что, если мы это не сделаем, мы знаем, нас выгонят. И это мотивирует развиваться, зарабатывать больше денег и как-то secure your future, secure your stability, financial stability. Гарантировать себе какую-то финансовую стабильность. Потому что знаем, что нас могут выгнать, друзья. А в церкви, ну, в церкви я волонтер. В церкви я волонтер, пускай просто мне даже хотя бы спасибо скажу, что я вообще тут что-то делаю. Я утрирую, конечно, друзья, но очень часто люди так мыслят, что качество я преследую в земных вещах, а в церкви тут уже как получится. Тут уже сколько времени останется, сколько сил останется. Друзья, Павел вспоминает вот эти вещи здесь, венец тленный, нетленный. Я думаю, что он говорит здесь намного больше, чем просто венец. Я вижу здесь, как Павел идет дальше этих наград, и он говорит, что если люди способны идти на такие жертвы ради земных сокровищ, то неужели мы не можем с таким же усердием и даже больше с усердием смотреть в небо и думать о масштабах того, что мы делаем ради Господа. Вообще, во что мы вовлечены, говоря о том, что мы в церкви Божьей участвуем, что Бог нас использует в строении своего царства по всей этой земле. Павел говорит, друзья, о том, что результат нашей работы здесь будет что-то нетленное. Это нетленное. Да, мы получим своего рода небесную награду за ту хорошую работу, которую мы здесь делаем в церкви, но вы знаете, что самая большая награда будет даже не эта, а будет тогда, когда мы придем в вечность и мы увидим результат того, что мы делали здесь на этой земле. Почему? Здесь его просто невозможно весь увидеть. Он настолько скрыт порою от нас. Самая большая награда, друзья, это будет увидеть результат, который Господь достиг через каждого из нас, члена церкви, в жизни у другого человека. Я понимаю, почему очень сложно смотреть в вечность, почему легче мотивироваться земными какими-то целями. Вы знаете, что я вот лично хотел бы очень сильно работать на Несса. У меня всегда была мечта работать на Нессу и быть участником, инженером в каком-то большом корабле. Корабле каком-то космическом, который однажды отправится на Марс, и там будут разработки десятки лет, и потом все будут хлопать этому кораблю, и мы вместе восторжествуем, и там где-то будет мое имя написано, что в этом участвовал какой-то там Владимир. Это приятно. Это действительно приятно видеть результат твоей работы, и ради этого стоит потеть, ради этого стоит учиться, ради этого стоит трудиться и проявлять дисциплину во многом. Я думаю, билдерам нашим, констракшенам, вы понимаете это чувство. Тогда, когда ты вкладываешь свою работу в чем-то, ты построил замечательный дом, ты сделал ремадл, и ты потом смотришь на законченный продукт, и ты просто радуешься. Твое имя где-то там внизу написано. Так вот, друзья, все это просто нельзя никак сравнить с тем, что участники в верном служении Богу увидят тогда, когда они придут в вечность и встретятся с Богом. Там абсолютно, друзья, другие измерения. Там мы увидим то, чего мы здесь вообще просто не могли увидеть. И то, что казалось здесь порою вообще ненужным, напрасным, обыденным и скучным. Духовный результат, друзья, очень часто невозможно сфотографировать. Его невозможно повесить на стенку и им любоваться. Вот почему намного сложнее быть мотивированным вот этим духовным результатом и венцом нетленным, о котором говорит здесь апостол Павел. Но это единственный вариант и единственная возможность для нас быть им мотивированным это на него смотреть. Это читать Писание и смотреть глазам и веры на вот тот нетленный результат. Друзья, по-другому не получится. По-другому не получится, потому что у нас так много конкурентов и у нас просто бензина не хватит. Конкурентов я имею в виду в делах, которые мы можем найти для них время. Мы можем на них найти силы. Но если мы забудем измерение небесной награды, у нас просто закончится бензин, мотивация рухнет, и мы будем продолжать видеть большие ценности или большие даже ценности в земных делах и земных проектах, чем в Божьих целях и в Божьих проектах. Это третье, друзья, это единый фокус. Представьте себе этого спортсмена, который бежит, у которого голова вообще не поворачивается, он просто смотрит вперед, и он изо всех сил просто выдавливает из себя все, что есть. Почему? Он смотрит на тленный венец, на ту славу, которую он получит здесь на земле. Это третье. И четвертое, что мы видим здесь, четвертая характеристика дисциплинированного христианина, это осознание альтернативы. Я это назвал осознание альтернативы. Апостол Павел заканчивает эти стихи, друзья, радикальным высказыванием. Я не знаю, насколько мы это понимаем, я попытался на этой неделе просто пропитаться тем, что он говорит в 27 стихе. Это сложно понять, сложно принять. Оно звучит очень радикально, посмотрите, что он говорит. Я знаю, что служение, которое я сейчас описал, если мы внимательно слушаем и мы анализируем свою жизнь, это кажется для кого-то фантастикой, для кого-то просто чем-то радикальным, и кто-то думает, а кто вообще так служит? Вот кто реально так служит? Дисциплинированные люди в наше время – это супермены, это супер-супер духовные христиане, это вообще своя категория христиан. Но Павел здесь говорит очень интересно, он говорит, что на самом деле это самые естественно ожидаемые квалификации для того, чтобы быть служителем. Иными словами, он говорит о себе не как о суперслужителе или об исключении, он говорит, он видит самодисциплину как неотъемлемое качество каждого христианина, который совершает любого вида служения. Посмотрите, 27 стих, он ясно говорит, «Я усмиряю и порабощаю свое тело». Для чего он это делает? Чтобы, проповедуя другим, совершая служение другим, я сам не остался недостойным. Из этого следует, что если я не усмиряю, если я не порабощаю свое тело, если я не способен практиковать самодисциплину, если я недисциплинированный христианин, я тогда оказываюсь недостойным этого служения. Слово недостойным, это немножко, опять же, русский перевод может иметь много оттенков. Буквально греческое слово, очень сильное, друзья, оно означает быть отвергнутым, означает быть непринятым или выброшенным. Вот почему большинство американских переводов, я посмотрел 20, больше 20 американских переводов, все переводят это слово как disqualified, дисквалифицирован. Причина, почему они так его переводят, потому что они связывают это с контекстом спорта и участием вот в этом беге. Друзья, дело в том, что, чтобы участвовать в беговых состязаниях ко всем участникам, были очень серьезные требования. Были квалификации, которые они должны были поддерживать. И тогда, когда игроки не выдерживали эту квалификацию, тогда, когда они не соревновались, например, по правилам, тогда, когда они не поддерживали форму. Представьте себе, спортсмен придет и абсолютно не в форме. Что ему скажут? Ты дисквалифицирован, ты не можешь участвовать в этом бегу. Тебя просто выбросят. Вот буквальное значение этого слова это быть выброшенным из этих гонок. Павел здесь отталкивается, друзья, от этого образа. И Павел видел самодисциплину именно как одну из неотъемлемых квалификаций для своего служения. Павел, не говорите о потере спасения. В контексте ничего не сказано о спасении. Я думаю, мы все это понимаем. Он говорит здесь именно о служении. Самодисциплина и вот этот внутренний настрой совершать служение хорошо, качественно и по максимуму, а не как-нибудь еле-еле ковылять это реальная квалификация для того, чтобы иметь вот эту честь служить в Божьем Царстве. Кстати, это еще была одна мотивация. Он пишет я порабощаю, чтобы не оказаться дисквалифицированным из этих гонок. Дело в том, что есть квалификации внешние. Если вы смотрите на 1 Тимофея 3 глава, там в основном перечисляются видимые вещи, которые должны быть в пасторе или в диаконе, слово беспорочное там в контексте именно означает безукоризненное, то есть люди, зная твой образ жизни, они не могут упрекнуть тебя, что ты там гневлив, что ты там бийца, или ты не муж одной жены и так далее. Это все внешние факторы. Но вот то, о чем говорит здесь Павел, это в какой-то степени, друзья, может быть замечено людьми, а может быть и незамечено. Дело в том, что вот вы никогда не будете знать, насколько я выдаюсь в служении. И я никогда не буду знать, насколько вы совершаете свое служение по максимуму. Почему? Потому что, если вы очень способный человек, для вас достигнуть моего стандарта служения может быть очень легко. И это от вас не требует ни пота, ни отказа, ни самодисциплины. Вам просто легко дается то, что вы делаете. И поэтому по-человечески очень сложно порою оценить, этот человек действительно давит двумя ногами на газ. Или он просто поддерживает какой-то стандарт, которого он достиг. И его служение перешло в активность. Но вы знаете, друзья, что только Бог и вы лично будете знать, насколько вы попадаете под эту квалификацию. Только вы и Бог будете знать, насколько вы ленивый человек. Насколько вы выдаетесь, насколько ваше служение от вас реально чего-то требует. Вот сегодня сестра Лорен, спасибо ей, она очень хорошее пение спела. Она говорит, я ничего не хочу Богу дать, что мне ничего не стоит. Сто процента. Это то, о чем говорит апостол Павел. Он говорит, что мое служение Богу должно от меня чего-то требовать. Это не просто то, что я делаю где-то там на стороне. Лечь не идет, что все служители должны быть освобождены на фулл-тайм. Нет, он говорит, в естественной жизни то, что мы делаем, мы должны быть благовестниками Евангелия, вот такими. Мы должны быть служителями в церкви, в разном служении, быть озабочены этим служением. Друзья, и речь не идет о том, что когда вы станете ленивым минималистом, обязательно Бог пошлет ангела, и он снимет вас со служения. Нет, не об этом идет речь. Речь идет, друзья, о том, что Бог прекрасно знает ваше сердце, и вот может наступить момент, когда Бог вас дисквалифицирует. Вы будете продолжать заниматься активностью, но Бог просто перестанет вас использовать. Он просто не захочет вас использовать, потому что у него есть тоже свои условия. Посмотрите, 1 Тимофея, 2 глава, 21 стих. «Итак, кто будет чист от этого, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Там в контексте объясняется, от чего нужно быть чистым. Так вот, друзья, лень, безразличие, минимализм – это одно из условий Бога. Или отсутствие лени, минимализма – это одно из условий Бога для того, чтобы быть годным на всякое доброе дело. Дорогие друзья, я не хочу сегодня нас оставить, знаете, в таком состоянии, ну, явно мы все не дотягиваем до такого стандарта. Вот, мы понимаем, я сам анализирую себя, мне есть куда в этом расти. Я сейчас не хочу какой-то перфекционизм сделать и сказать, что вот, если вы не достигли идеала, вы не можете быть в служении. Я просто хочу показать менталитет, менталитет, который должен нами движеть. Одно дело мы еще не достигли, но другое дело тогда, когда мы стремимся, чтобы достигнуть. Когда мы каждый день боремся и усмиряем, и порабощаем, когда мы практикуем самодисциплину, мы до вечности будем ее практиковать, друзья. Мне не наступят моменты, когда мы будем идеальны в этой сфере, но так важно, чтобы у нас был вот этот менталитет, не просто еле-еле, не просто как-нибудь, а максимально развиваться и посвящать себя тому служению, которое я делаю. Стремлюсь ли я к тому, чтобы бежать действительно изо всех сил, а не просто прогуливаться по дорожке? Это самый главный вопрос, с которым я хочу, чтобы мы сегодня ушли. Друзья, я хочу закончить эту проповедь словобами одной песни. Многие из вас ее знают, она пелась в Советском Союзе. Я хочу напомнить вам ее. Мне очень нравятся эти слова. Я не хочу полуправды. Я не хочу полуцели. Я не хочу, чтобы струны в сердце без песни звенели. Я не хочу полуверы, жалких, слепых рассуждений. Я не хочу трепетаний в сердце без сильных стремлений. Если отдаться навеки, если любить, то всецело. Так, чтобы пламенем жарким сердце победно горело. Я не хочу полужизни, робкой, бесцветной, бездушной. Я не хочу полусмерти, жалкой, бесплодной, ненужной. Пусть же в горниле страданий грешное все умирает. Пламенем в сердце свободном новая жизнь воскресает. Я не хочу полуправды. Я не хочу полуцели. Пусть порываются струны, лишь бы недаром звенели. Друзья, я хочу пожелать, чтобы у каждого из нас порывались эти струны. Главное, чтобы они недаром звенели. А чтобы они недаром звенели, нужно, чтобы Господь нас использовал. А чтобы Господь нас использовал, нам нужно быть честными с самим собой и ясно понимать, что мы делаем, для чего мы это делаем и насколько мы выкладываемся. Я сегодня не говорю о балансе между служением и семьей. Это абсолютно другая тема. Безусловно, должен быть баланс. Моя проповедь сегодня не об этом. Служение семье, друзья, это тоже служение. Но тогда, когда мы видим Божью церковь, какую мы вообще видим ценность в этой церкви и насколько мы движимы целями неба, ценностями неба. Вот это самый главный вопрос. Пускай Господь нас благословит. И я хочу предложить, чтобы мы сейчас могли помолиться о том, чтобы у нас был такой менталитет, чтобы этот менталитет помогал нам порабощать свое тело, чтобы у нас был единый фокус и чтобы мы понимали, что альтернатива в том, что я могу дисквалифицировать себя с этого служения своим же отношением. И об этом никто не узнает. Только Бог и вы будете об этом знать. Поэтому здесь работать на людей, на какой-то эффект внешний здесь тоже отпадает. И вот в чем, вот как Павел нас, знаете, загоняет в угол. И это очень сложно исполнить фальшиво. Это очень сложно подделать то, о чем он говорит. И вот почему каждый из нас должен быть откровенен перед Богом. Давайте мы сейчас встанем и помолимся вот об этом. Аминь. Мы помолимся в группах, как мы обычно это делаем. Или вы можете помолиться сами по себе. Аминь. Продолжение следует... 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 и детьми, Господи, конечно же, все это нужно. Но я прошу Тебя, научи нас видеть там, где мы все-таки кроме семьи уделяем очень много время другим вещам, которые могут быть направлены к намного большей пользе. Говори к нам, Господи, меняй нас, руководи нами, и пускай через это имя Твое прославится наш Бог, Отец, и на Дух Святой. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok